Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии в четверг. Меня зовут Наконечный Александр и две торговые сессии. Вот с уцом Артема Деева, с вами приведу я. Давайте рассмотрим ключевые события предстоящего дня. В 10.00 по GMT у нас выходит новость в Евросоюзе, это саммит лидеров ЕС. Посмотрим, как они будут укреплять европейскую валюту, потому что европейская валюта, как мы с вами видели, находится в сильнейшем нисходящем тренде. Из других важных событий в 12.30 по GMT выходит новость. Число первичных заявок на пособие по безработице. Новость имеет восходящую динамику, потому что предыдущее значение вышло на уровень минус 9,9. Прогнозируемое значение на сегодня минус 5. Чем выше это значение, если значение выше нуля, мы с вами можем судить о том, что американская экономика здорова и индекс доллара от этого может расти. Но так или иначе, даже несмотря на то, что прогнозируемое значение находится со знаком минус, новость для нас это позитивная, потому что значение выше, чем предыдущее. Также на одну из новостей сегодня, я думаю, следует обратить внимание, это продажа на вторичном рынке жилья. Учитывая тот факт, что ФРС повышает процентную ставку, безусловно, кредиты в Америке дорожают. И мы можем видеть спад на вторичном рынке жилья, посмотрим, как это будет сказываться в долгосрочной перспективе. Сегодня мы просто можем наблюдать такую тенденцию без каких-либо последствий, но посмотрим, как это все будет сказываться в будущем. Давайте также посмотрим несколько графиков. Сегодня два инструмента, такие как евро, доллар и золото, которые сейчас имеют прямую корреляцию. День начали с восходящего движения. Сейчас евро, доллар торгуется на уровне 97, 90, 98 и так или иначе цена остается, цена продолжает находиться в нисходящем тренде. Сейчас торгуются около линии поддержки. Наши цели остаются прежними. Это уровни 96 и уровни 0,95. Восьмя вероятность, что цена дойдет к этим целям не сегодня, потому что сегодня день, похоже, будет не такой волатильный, как предыдущий. И для трейдеров сегодня самый подходящий день для торговли именно внутри дня. Каких-то глобальных движений сегодня не ждем. Золото сейчас торгует в районе 1630-1635. Также с начала торговой сессии мы видим восходящее движение. Посмотрим, чем закончится дальше. Лично для меня это возможность сейчас рассмотреть позиции на продаже по более высоким ценам с целью 1620-1610 в рамках сегодняшней торговой сессии. Из других событий давайте рассмотрим индекс доллара. Индекс доллара вчера нам показывал хорошую восходящую динамику. Сегодня мы видим небольшой спад. И это говорит о том, что опять индекс доллара, как и остальные инструменты, сейчас может находиться в некоторой рыночной консолидации. На мой взгляд диапазон движения цены будет в районе 111.70-112.70. И какое-либо интересное движение мы с вами видим либо завтра, либо уже на следующей неделе. Бренд мы с вами часто его рассматриваем. И действительно интересный инструмент. Сейчас торгуется в районе 93 долларов. По бренду было очень много новостей на фоне того, что Байден анонсировал о том, что они будут распродавать стратегические резервы США в размере 15 миллионов баррелей. И мы видели с вами динамику нисходящего тренда по бренду. Безусловно, это говорит о том, что рынок на это отреагировал. Но странно, почему именно таким сильным движением, поскольку было известно давно о том, что Байден будет распродавать именно в таком объеме. Но так или иначе бренд все это время корректировался. Мы видели значение 89. Сейчас бренд набирает восходящий тренд. И на мой взгляд сейчас можно рассмотреть цели в районе 95-96 долларов за баррель. Ну и давайте напоследок рассмотрим валютную пару фунт-доллар. Фунт сейчас торгуется в районе 1.1220. Несмотря на то, что евро, доллар и золото сегодня торговую сессию начали с восходящей тенденции, фунт отстает. Фунт слабее. И я думаю, что фунт нужно рассматривать в продаже. Даже в рамках сегодняшней торговой сессии я рассматриваю цели в районе 101.1.1150. Что ж, это были все ключевые события на сегодняшний день. Всем желаю успешной торговли. Всего наилучшего. До свидания. До завтра.